Севастополь 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 Мы это заслужили, поскольку проводили большое количество выставок, участвовали своими работами и в полиграфических изданиях и нам присвали такое замечательное звание коллективу. Расскажите, я знаю, что у вас готовится большая выставка в будущем. Расскажите о ней подробнее, чему будет посвящена. Мы хотим сделать большую выставку, посвященную нашему любимому городу. Но это будет не просто выставка с показом известных памятников города, у нас и так город-памятник, как говорится. Она будет показывать людей, жанровые сценки, уличную фотографию, просто именно саму жизнь нашего города. И будут выхватываться сценки очень интересные. Для того, чтобы провести эту выставку, мы каждый месяц проводим отбор работы. Маленький мини-конкурс. Из них мы отбираем только три работы, которые являются победителями на этом ежемесячном конкурсе. Достаточно жесткий такой отбор получается. Да, очень жесткий отбор. Это еще первоначальный отбор. Когда будет готовиться сама выставка, будет еще один отбор. У нас есть сюжет на эту тему. Внимание на экран. Давайте посмотрим, что же ждет нас. Самое масштабное событие для членов фотоклуба БРИК в этом году – выставка жанровые фотографии «Севастополь». Экспозицию планируется открыть 11 сентября в Центре культуры и искусства. Основная идея – показать вещи, окружающие нас. Машины, деревья, люди, дома. Главное условие – любой зритель должен понимать. Все, что он видит, находится именно в Севастополе. Проходя по нашим улицам, которые мы видим каждый день, мы не замечаем каких-то интересных моментов. А если фотограф выходит, видит красивый рисунок, красивый свет, красивые какие-то детали, он их снимает и показывает. И когда мы видим эту работу, да, мы видим, что это Севастополь, но в таком ракурсе мало кто замечает эти моменты. Вот именно на это мы хотим сделать упор и представить на нашей выставке вот такие работы. На показ представят работы, прошедшие строгий отбор. Ежемесячно, начиная с ноября прошлого года, в клубе проходят заседания. Из предоставленных обычно 40-50 фотографий комиссия выбирает лишь по три. Именно их и увидят все желающие в Севастопольском центре культуры и искусства уже в сентябре. Это будут люди. Это будет уличная фотография, жанровая фотография. Это люди в обычном своем состоянии, наши с вами соотечественники, наши горожане. Причем это будет выставка отобрана из работ, которые делались в течение последних двух лет. То есть достаточно солидная выставка. По окончании выставки мы надеемся сделать какое-то полиграфическое издание этого или буклет какой-то, или книгу по поводу этой выставки. Народный фотоклуб «Брик» – старейший в городе. Он был основан в 1960 году. Клуб объединяет более 50 любителей фотографии, как профессионалов, так и любителей. Многие, кто сюда приходил в первый раз, до сих пор сюда и ходят в течение 50 тех же лет. Они были еще молодыми людьми. За это время поднялись по фотографической лестнице, по мировой фотографической лестнице. Стались известнейшими фотомастерами и в России, и в Европе, скажем так. Ну и вообще по всему миру. Один из тех, кому удалось подняться по фотографической лестнице – Игорь Солонару. Он входит в художественный совет фотоклуба. Мастер побывал во многих странах мира. Говорит, находясь в живописной местности, всегда невольно тянешься к объективу фотоаппарата. Если путешествуешь где-то, то интересно, чем это место интересно для иностранцев. Оно неинтересно тем, что мы везде уже там видим, допустим, там в какой-то стране, там видим современностью, там современные электропоезда, там что-то там, самолеты, телефоны, там стеклянные дома. Ищешь как бы те уголки, еще которые сохранили дух народа или быт его. Это какие-то старые улочки, старые дома. Еще один член фотоклуба Виктор Гнаевой готовится к выставке «Севастополь». Фотографией увлекается с детства. Называет себя разноплановым мастером. Но одним из любимых способов запечатлеть историю он называет съемку при помощи однолинзового объектива «Монокля». Дает ощущение в кадре, ощущение воздуха, ощущение сияющих поверхностей, ощущение какой-то легкости. То есть это наш город, в котором мы живем, который прорастает из каждодневного нашего быта, из каждодневного, как говорится, какого-то впечатления. На базе клуба «БРИК» работает школа. Здесь обучают не только делать фотографии, но и искусству видеть окружающий мир по-другому, подчеркивают специалисты. Фотография – это своеобразный билет, который позволяет тебе быть в самом эпицентре событий. Знакомиться с интереснейшими людьми, узнавать какие-то вещи, путешествовать и, помимо этого, еще, естественно, реализовываться как к творческому человеку, как к фотографу. Каждый год клуб организовывает как минимум два семинара. На последний из них, который проходил в поселке Новый Свет, приезжали участники из других городов Крыма, Краснодарского края, Москвы. Они отмечают, главное, что сейчас фотоделом активно интересуется молодежь. В октябре 2015 года при Народном фотоглубе «БРИК» планируют открыть детский кружок. Святослав Данилов, Дмитрий Долгов, информационный канал «Севастополя». Итак, мы снова вернулись в студию. Андрей, у вас на столе фотографии. Что это? Это будущие экспонаты выставки? Я вам скажу так. Эта фотография я принес тех лет. Эти фотографии сделаны в тот момент, когда я пришел в фотоклуб и начал участвовать на выставках за границей. А сколько лет назад? Вот видите, вот работа, да? Называется «На утро туман». Это была одна из первых работ, которые я как бы одержал первое место в фотоклубе. И потом дальше я отправлял на выставку за границей. Вот если я не знаю, будет ли видно, то есть видите, здесь вот печати. Много штампов, печати. Штампы, печати. Это говорит о том, о количестве работ, о количестве посещения выставок этой работы. И если я любую работу, которую вы поднимаете сзади, то есть на ней будут печати. Чем был интересный приход в мой фотоклуб? То есть я видел фотографии всего мира с помощью каталогов, которые я получал, если я становился участником данной выставки. Я получал награды, я получал дипломы. Вы понимаете, это было престижно тогда, фотографии. И вот сейчас с приходом цифровой фотографии, понимаете, то есть вот это вот выражение фотки, с фоткой меня, оно меня немножко коробит. Поэтому, видите, я стал снимать снова на пленку, я вернулся в пленочные фотографии. Я снова себе построил дома фотолабораторию. Я пробую нетрадиционную фотопечать. То есть мне интересно сделать то, что не может сейчас современная молодежь. И в фотоклубе у нас сделана фотолаборатория, в которой она называется «Темная комната», в которой мы можем на самом высоком уровне сделать все, что угодно. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть это элита. Где только красная лампочка горит. Да, да, да. То, что вы показали, это и есть наше достижение клуба. Мы в него, конечно, вложились хорошо, но это стоит того. Молодежь, приходящая к нам фотоглуб, она получает, она расширяет свои границы. Не только сразу на монитор посмотреть, но и при свете красного фонаря увидеть красоту. Понимаете, ведь видеть, как вот эта работа появляется на свет, вот я покажу сейчас, да? В буквальном смысле причем появляется на свет. Да, да, да. Вы знаете, и это завораживает. И именно молодежь сейчас, она возвращается вот к этим технологиям прошлого. А как вы думаете, почему, что видно такого через этот объектив, чего не увидит цифровая камера? Вы понимаете, здесь нужно приложить умение. Здесь не просто снял и в цвете все получил. Здесь нужно будет, это игра, понимаете, что такое фотография, да? То есть это объектив, он видит объективно, но с помощью своих каких-то там способностей развитых можно как-то не так неправильно отпечатать, можно как-то в помощь там изогилия разных способов можно получить что-то необыкновенно красивое, необыкновенно творческое. Не хочется делать фотографии, которые могут все. Почему у художников вот столько вот и так, и сяк? А здесь фотографии тоже есть такие же способы. Ну, тоже называют фотохудожниками, то есть не просто фотограф, не художник, фотохудожник. Юра, может быть, что-то скажет еще об этом. Дело в том, что это довольно заезженный просто, скажем так, этот термин. Раньше его присваивали, но мы все равно остаемся в любом случае фотографами. А звания бывают самые разные. Вот у Андрея здесь замечательная вот работа, которую можно сказать, поскольку это черно-белая работа, но она с тонированием идет, видите? Местное тонирование. Местное тонирование, причем на определенных участках. Это можно сделать и в фотошопе, конечно, но интереснее это сделать руками. На эту работу уходит время. Одно неправильное движение, а процесс достаточно трудоемкий, и работа будет испорчена. Но второй раз получить точно такую же работу невозможно. Невозможно, потому что будут другие оттенки, другие полутона. Точно так же не получается. То есть это уникальность своего рода. Она получается эксклюзивно, индивидуально. Как говорят в таких случаях, винтаж. В этом так все и интересно. Когда ты просто своими руками делаешь произведение какого-то, в общем-то, достаточно интересное произведение искусства. Вот вряд ли будет видно, наверное, на камеру, она должна светиться. Это вот негатив с этой камерой. Понимаете? Во-первых, кроме того, что я получаю винтажные работы, то, что я снял, на века останется здесь. Понимаете? То есть если цифровая, то есть возможно потеря с винчестера, с карточки памяти, то это останется навсегда. Понимаете? То есть я могу, как бы вот, я озабочен немножко тем, что у меня пропадала информация, иногда я терял свои съемки, причем там месяцами. То вот это вот, это будет на века. Ну, это надо хранить еще. Кому же, вот посмотрите на формат этой пленки. Это форматная пленка. И когда ее сканируешь, получается в районе полутора гигабайт информации. Ну, в размере изображения, скажем так, больше метра. Это так вот. И какой современный фотоаппарат может достичь такого качества? Конечно нет. Здесь другие полутона, другой рисунок. Здесь есть воздушность. Современная фотоаппаратура цифровая, она только в начале своего пути. Да, она будет развиваться, она, возможно, скоро сравняется и с такой. Но там идут сейчас, сколько это только начальный этап развития техники, там, конечно, идут большие потери по полутонам. Там исчезают серые тона. Хорошая резкость, но исчезает ощущение воздуха. А на этих старинных камерах все это происходит. Но все же главное, наверное, хочу сказать, то, что фотография, она объединяет людей по интересам. Ну да. И люди, приходящие к нам в фото в лупо, не видят, что они смогут что-то новое. Не то, что им, ну вот, мобильник. Но вы как два профессионала, что лично вы для себя любите больше всего фотографировать? Сложный вопрос. Ну или вот что сложнее, сфотографировать движущиеся объекты или, наоборот, статичный портрет? Да. То есть, если я, скажем, себя раньше позициирую как съемку пейзажа, то теперь я сейчас люблю снимать жанр, улицу. То вот мы сейчас будем к чему посвящена, у нас следующая выставка. То есть, к моменту истины, к тому, что уже невозможно повторить. Я сюда, ну, конечно, уже нет этой скалы, да? Но если я возьму, вот тут у меня есть жанровые фотографии. А это вообще уникально. Вы посмотрите старые фотографии старых мастеров. Я люблю их смотреть. Они несут дух истории. Они стали классикой. Да, ну да, конечно. Как находят себя ваши выпускники? Ну, совершенно по-разному. Несколько человек просто поменяло место работы. И ушли в фотографии? Да, и ушли в фотографии. Причем достаточно престижной и хорошо оплачиваемой работой. Почему? Потому что фотографии не предоставлены самому себе и предоставлены своему творчеству. Если они видят, что они могут добиться в этом успеха, почему бы этим не заняться? Почему бы не заняться своей работой для души? Я точно так же ушел в фотографию. Когда просто в 91-м году, я был до этого просто фотографом-любителем, в 91-м году просто мою профессию на Украине сократили. Я работал в базе гидронавт, занимался подводным исследованием. Когда в Украине стало не нужно, я просто из своего хобби сделал профессию. Получил еще одно образование и до сих пор об этом не жалею. Андрей, а вы как пришли в профессию? Вы знаете, фотография, я в прошлом в спелеолог. И мне хотелось заснять красоту под землей. Я пришел в клуб, вот ребята помнят, я принес слайды с подземного мира. Вы помните, то есть я хотел зафиксировать эту красоту. И постепенно, постепенно это вот вошло настолько, что я стал снимать все то, что красиво. А потом, видите-ка, вот уже в возрасте я стал снимать людей. Как человек как бы меняется вроде бы. В любом случае, на ваших объективах запечатлена жизнь и города, и людей. Я надеюсь, мы с вами еще не раз встретимся в этой студии. Всего вам доброго, спасибо, что нашли время, пришли к нам. И вам спасибо. Ловите момент, говорят знающие фотографы. Это была программа «Акцент». До встречи в следующем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин